Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, это значит, что вы на канале Лёша Играет, и мы продолжаем знакомиться с дополнением Земля Львов для игры Anno 1800 и с новым патчем. Вообще, основные изменения в патче я рассказал в прошлой серии, пожалуйста, посмотрите её, ссылка есть в описании к этому видео. А в этом, собственно, вот в конце прошлой серии мы приплыли в Африку, будем называть это место так, и как раз нам король местной страны Эссебии, что ли, как она там называется, ну, короче, это очевидно Абиссиния, либо Эфиопия, и даже выглядит этот король как Эфиоп, дал задание обустраивать остров, вот, собственно, в этой серии мы этим и займёмся. В общем-то, наш порт. Так, там ещё у нас экспедиции параллельно идут. Ага, вернулась экспедиция. Чё привезла? Октавианский форум. То есть, по-моему, у меня всё есть, на самом деле. Не будем обращать внимания. Выгрузим и... Ставим корабль здесь. На приколе ещё две. Я надеюсь, всё честно. Ещё две экспедиции. Вот, Энбеса. Энбеса эта страна называется. Так, а где корабль? А вот он. Давайте я им пока начну плавать. По... По... По территории. Пока у нас тут экспедиции всякие. И начинаем, собственно, делать. Что у нас надо? Рынок построить и жильё пастухов. Ну, в общем-то, обычные начальные условия. Так, давайте думать, где нам лучше размещать... Дома здесь. Вот там у нас замок. Ну, наверное, где-то вот в этом месте, получается, нам надо будет делать город. Так, у нас тут есть доски из кордии. Давайте дорогу сначала проложим. Непонятно ещё, какие тут, как вы понимаете, эти... Лейауты, шаблоны по расстановке. Давайте, наверное, вот так будем ставить пока рынок. У нас продают не только товары, но и легенды, вести, молитвы. На этих прилавках в ходу всё. Как у нас тут жильё? Три на три, да? Как обычно. Ну, давайте... Так, включу режим... Не, наверное, стоит вот так делать всё-таки. По сколько будем? Четыре, пять, шесть. Давайте по шесть пока ставить. Первые домики наши. А сколько они требуют, собственно, этого дерева? Ну, я буду по старинке дерева называть доски из кордии. Пускай дерево, хорошо? И они требуют у нас одно. Ну, наконец-то! Вот, так я сразу могу всё и... Всё и построить. Я думаю, мне хватит. Так, давайте сбегаем. Древесина Ванза прочна и практична. Вам понадобятся собственные рощи. Ну, это... Это логично. Ну, как бы, знаете, для того, кто играл давным-давно. Вы прибыли издалека, верно? Если хотите, я могу провести вас пасование. Ну, проведи меня пасование. Вы поднялись на новую ступень. Эпоха земледелия. Так, я хочу в Месси Треллоне глянуть итоги выставки. Ну, максимальную возьму. Ничего нового. Вот баньян. А, нет, сакральная. Блин, у меня все эти растения, походу, есть. Никаких новых не появилось. Не то выбрал. Да, в сакральных баньян вот он. Ладно. Возвращаемся в Эмбесу. Так, где нам надо добывать эти деревья, вопрос. Это важно, чтобы оно было... Да, важно, смотрите, важно, чтобы зелененькое было. Так. Значит, наверное, тут и разместим, получается. Видите, как раз тут 100%. Хм, а, подожди, так и тут 100%, неважно, значит. Ну, давайте... Все готово. Ну, давайте автопубликацию поставлю. Меня устраивает. Не хочу ничего менять, потому что правки снижают удовольствие. Так, давайте, наверное, проведу дорогу вот сюда. И сделаем... Неизвестно пока, сколько нам этого дерева надо. Давайте так и так. По идее... По идее, должны... Стоит разместить их подальше от существ, что устраивают гнезда на ветвях. Подальше от существ, что устраивают гнезда на ветвях. Галечительным напитком мы предпочитаем теплое козье молоко. Поддерживайте в регионе обеспечение товаре козье молоко на уровне 80%. Утренняя роса искрится в лучах солнца. У нас 42 пастуха. В каждой этот сколько требуется по пятна. Ну, вообще, пастухов бы еще побольше надо, да? Что с козьим молоком? Никаких цепочек нету. Просто козье молоко, да? Я так понимаю, что и его можно где угодно. Так, вопрос, да. Видите, не добегают. Надо склад поставить. Давайте, наверное, вот тут. Поставим склад. Вообще, наверное, побольше надо бы этих... Ну, тут как бы изначально мало леса. Может, еще хотя бы одну. Наверное, даже больше... Может, не здесь пока. Хотя бы вот тут скорее. А тут, интересно, у нас какие-нибудь вот добычи из этих гор будут происходить вообще? Что у нас... Что у нас на этом острове вообще есть? Только вот речная ячейка. Да, вот это все... А тут выращиваться, да, будет. Надо вот сюда дорогу провести. Мост 3-2 царик. Многовато. Ну, я бы здесь вот эти поля делал сейчас. Давайте... Блин. Давайте некоторое время подождем. Пускай... Давайте ускорюсь. Так, у нас какая-то экспедиция еще требует внимания. Ботаническая. Самодельный насос. Все зашибись. И ускоримся. Так, пошла добыча досок из кордии и тут пошла. Нам для моста надо... Принц, сколько нам на мост надо досок? Почему у меня сейчас... Драбыли атаковы? О, там скорее всего пираты вернулись. Кто сейчас меня атаковал? А не, это здесь кто-то новенький. Кто меня сейчас атаковал? Кто это? Вот это кто? Траковый пост Ангереб. Ну, пока тут не очень понятно. Видите, вот эти посты тут белого цвета. Пока еще непонятно, как мы с ними будем взаимодействовать. Так, что у нас тут с добычей дерева? 23 есть. Прокладываем дорогу. Этот город притягивает гений. Ну вот, видите, опять. Можно отсюда уже просто брать. Ну, а что не взять? Я не вижу причин отказываться от... Великих людей, честно говоря, сейчас. Так, проведена дорога. Вообще, давайте тут... Так, пока сделаем. И... Узи фермы две штуки, давайте. Давайте сначала дорогу тут проведем. Склад поставим. Какой за фермы 30 пастухов? Большая ответственность. Надеюсь, не слишком большая для вас. В смысле, где я увеличил часы? Еще нигде ничего не увеличивал. На каком-то своем другом острове, что ли? Откуда он знает вообще? Только сюда приехал. Ваши люди чествуют своего лидера. Субтитры сделал DimaTorzok. Дороги нужны, чтобы был доступ ко всем постройкам нужным. Кстати, пока им нужно только молоко. Потом будут еще пышные наряды. Так, где эти нападают постоянно? А, вот, пираты пытаются вернуться. Все, все еще не веришь, что я бессмерт? Не смогешь. Не смогешь. Блин, раньше вот это вообще было Pain in DS, потому что они просто... Убиваешь пиратов, они возвращаются и опять надо все заново начать. Тут, слава богу, есть некоторое время, чтобы убить. Время идет, пока они свою базу займут. Все. Мы отомстим за смерть каждого. Так, давайте переждем шторм. Отлично. Корабль сам будет восстанавливаться со временем, так что можно не обращать на это внимание. Возвращаемся в НБСУ. Вот что, я тут дорогу мимо проложил немного. Да, блин. Вы поднялись на новую ступень. Район. Так, теперь у меня пастухов достаточно. Давайте сразу две козьи фермы поставим. Ага, они похожи на... Нет, не похожи на овечьи. Так, как их тут лучше? Давайте так одну. Вторую. Нет. Нет, как-то дебильное я разместил. Подождите. Нет. Надо все проще, короче. Вот так надо. Но они... Все как-то очень далековато получаются. Может... Так. Вот если я так поставлю... Блин. Да, первые, конечно, это сложновато. Так, имейте в виду, что я их не построю, так как бы у меня эти чертежи. Вот так. Можно даже ближе. Так эти земли существуют. Блин. Снижают добычу. Все, построил наконец-то. Запах козьего молока. Коз нелегко пасти, зато их дары очень щедры. Прям нелегко пасти. Мы больны, вот беда. Торабля такого. Опять кого-то напали. Что было? А, фортун пытается... Это уже другой этот пират. Ну и, господи, шучу, шучу, чихаю-то. Спасибо. Ковид грызет, ребят. Грызет насерно. И что я скажу, жене и дочь. Что ты хреновый пират, например? Можешь это сказать? Так, продолжаем. Как у нас тут с выполнением задания? Так, 64-65. О, какой-то квест. Правда ли, что в ваших краях есть места, где самые разные животные и животные мирят друг с другом? Что-то сделать фотку зоопарка. Всех нас. Давай сделаем фотку. Вот он, тут зоопарк имеется. А где у нас вход? Вот этот, что ли? В клетках? Так они живут в неволе. Надеюсь, это хотя бы поможет нам лучше понять их. кольцо из кости быка. Для музея похоже. Городок начинает походить на город. Так, дайте глянем. Достаточно ли у нас производства молока? минус один похоже. Да? Спрос, это снабжение. Надо еще одну. козью ферму. Чем могу помочь? Так, в общем, вот эту мне точно надо перенести. как-то не получается мне ее нормально. Ну, Катя, вот эти добычи деревьев, они как-то более требовательны к месту. Потому что добыча деревьев в старом свете, там можно эти лесопилки какую угодно бахать практически. Все равно что-то будет добывать. Так, тут есть апгрейд склада? Есть. Так, склады можно будет апгрейдить. Так, что у нас по заданию? О, уже 89-90% осталось за полминуты все сделается. ускорим, что тут. Дальше, очевидно, будем пушные наряды организовывать. в этом регионе бесы мало воды. О, орошение, вот это, ну, это, конечно, было ванно тысячи, я забыл, какой там, тысяча четыреста пять? Какой там, тысяча четыреста или тысяча четыреста пятьдесят? Костер, как далеки раскатывали. Постройте водяной насос, соедините с водяным насосом и разбитие на орошаемой почве поля льна. Угу. Как раз он для пышных нарядов. Льняная ферма, потом льняная мастерская и вышивальница. Давайте. Так, ирригация. Сначала водяной насос. А какой у него радиус действия, интересно? Нас ждут испытания. не знаю, может где-нибудь здесь сделать пока? Пока. водяной насоса. Да, я знаю, что странную дорогу провалю. Ща. Так, водяной насос. Или он на воде должен быть? Ога, вот тут должен быть. его лидер. Так. Поставили. Воля, как и люди, это первородная сила. Воля способна обуздать эту силу для всеобщего блага. Ага, вот как он орошает. Видите? Понял. Да, тут немножко по-другому сделано, не так, как в тех в прошлых. 50. Потекла водица. Смотрите, как сразу зеленеет. Красота. Чем-то похоже на прокладку водопроводных труб в сети Skylines, да? Так, теперь поля льна надо. Интересно, а оно как-то пересекается. Сети я тут не сделал. Ладно, давайте сейчас эти поставим. Вот, предположим, если я сюда ставлю, так, то где мне... Ага, видите, да, вот на на это красное я не могу ничего сеять. И да, и на этих не могу. Так. Тогда давайте, знаете, как сделаем? Так. Склад поставим тут. Будем, собственно, в него возить. А, блин, мне дорогу надо дорогой соединить. ну, давайте так сдел... Блин, нет, так, хренов, блин. Мне, походу, надо дороги вдоль вот этих каналов как раз. Нет, блин, тогда немного занимают. Надо, видимо, так поменять местами. Нас почтил присутствие мастер. Что за мастер-изобретатель вакцины? Возьмем легендарный чувак. А, все, уже 96. Тогда тут убираем. Нам вот эти места надо использовать. Интересно, а к этим полям трактора и силосные эти можно будет применять? Так, 93, 96. Строим. саму ферму не обязательно строить на орошай. Ну, мы, собственно, так и сделали. Собственно, так и сделали. А как там дальше так будет? Один, нам надо еще два поля построить и две вышивальщицы будут еще. Что такое все поля льна? Что за задание такое все все поля льна? Кстати, может, жителям площадка музыкантов как раз нужна? Да. И чай из гибискуса. Давайте сюда поставлю. блин, понимаю, все поля льна. Теки твари! Так, медведи стоящие на пути, нравится, что тут еще кофе на это влияет. Такая ... Давайте камуфляжем воспользуемся. Там выше процент. да, тут как-то надо будет... Вот, это, конечно, новая задача, так прокладывать дороги, чтобы особо на орошаемые поля не попадало, но при этом и можно было что-то добывать. Так, давайте вот так поставлю я... Не, а что здесь? Подождите. Зачем? Надо ближе к складу. отрадно видеть систему в работе. Взращивание основа нашей культуры, так что вода ключ к объединению медведи. нам нужно... Обычно пастухи сами ткут себе одежду, но им нужен лен, а льну нужна вода. Так, тут у нас будет место для орошения, где мы будем всякие фермы делать. Давайте где-нибудь в этом месте производственное кластер организуем. Навстречу неизведанным. Пока, кстати, новых каких-то вот этих экспедиций я не видел. Ну, кроме той, когда мы в Африку плыли. так, нам надо одну льняную мастерскую и две вышиваль. Давайте глянем, как они... Сколько они места занимают. Ого! Вот эти огромные. Давайте, наверное, вот так сделаем. И склад бахнем. вот так. Так. Из льняной льняной. Ну, пока подождем, пока она сделается, потом уже будем эти ставить. так, а что за чай из гибискуса? Ну, у нас есть гибискус? Да, есть гибискус. Минута минута тридцать. То есть, нам надо две фермы гибискуса и три изготовителя чая. Какого они размера? Маленькие, кстати. да, ну, тут, смотрите, нигде, а, тут можно, тут можно будет трактор, когда старейшины, правда, тут можно будет трактор присоединить. А здесь силостную башню, отлично. А за счет чего она будет работать, интересно? За счет ТЭФа. То есть, в разных регионах силостная башня от разного. В старом свете от пшеницы в новом свете от кукурузы. Так, ну, что тут произвелось? Еще нет. Давайте пока гибискусом, наверное, займемся. О, 144, я боюсь, тут как раз не влезет. Это, можно это место для льна оставить еще. Давите 108. Только 108. Ну, вот, за счет этого и стоит планировать именно через чертежи. Блин, а дорога через эти штуки прокладывается, интересно? О, отлично. Тогда это попроще. знаете, давайте вот немножко прорядим. Вот так сделаем. Может, выпить чаю? Хочу, так у тебя же еще нету чая. Мы же еще гибискус не посадили, блин. Так, ну что, там уже есть промежуточные, да. Строен. молодежь посетит табарим и освоит эти ремесла. Надейся. Так, значит, одна ферма гибискуса в эту сторону будет. Так, знаете, как мы будем делать? Наверное, на сколько она клеток? На четырнадцать. На одну клеточку в сторону буквально. Так, тут же уже зеленая, да? Раз, два, три, четыре. Вот здесь надо. Ну, вот так, похоже, будет достаточно. гибискусная ферма, гибискусная ферма. можно. Ну, надо пока так проведем. Так, великий момент для всех нас. 118. Вообще, вообще, надо было просто вот эту всю часть занять, на самом деле. Вот это не очень удобное место. Тут оставим на всякий случай. так. Просто это гибискусный чай, видите, дает счастье на острове. Чем выше счастье, соответственно, теперь мы можем запасить себя от пожаров. Гобелегу легко загораются. Пожарную часть надо строить. вот, как раз вот так очень неплохо получается. Так. Быстрый доступ к воде должен быть у пожарной части. Это интересно. То есть, не просто так ее ставишь, видите. Так, ну, наверное, надо где-то тут ставить. Похоже. Считается ли, что у него есть доступ к воде? Вот в чем вопрос. Блин, криво поставил. Наверное, надо сделать эту водяной насос. Ну, и как доступ к воде тут организовывается? так. А, вот, наверное. Как они танцуют и поют. Это я и хотел бы оставить потом песни и радость. Вот как. Хочу узнать побольше о ваших землях. Сделать фотографию сейчас пройти гибискусный чай организную. Гибискус, гибискус, гибискус. Мечта любого капитана. Так назвал отец. Так, что у нас там две экспедиции уже вернулись. Дикая жива... О, гиппопатут. Вот этого я уже был. Так, ну, первый африканский животный у нас имеется. Так, сбрасываем все. А тут что привезли? Ну, вообще не из какого. Блин, два растения привезли, которые не из какой коллекции. ну и нафиг они мне. Смысленные растения. Охота на пиратов. Охота на пиратов это великих людей дают. У меня этих людей просто уже немерено. Так, что он там хотел? Сотографировать один из своих торговых постов в старом свете. Ну, давайте королевские водопады сфоткаем. Красота. Как интересно. Это поможет мне в переговорах с вашими правителями. Ну, дай бог. Так. Бениам говорит в ваших землях много странных чудес. Просветите меня. Удивительный север вопрос. У каждой империи много достоинств. Но каково, по вашему мнению, главное достижение старого света? Наша культура, наши производственные успехи, рост экономики, развитие флота. Давайте производственные успехи, рост экономики. У вас большие, богатые, красивые города с высокими зданиями? Блин. Вот это я мог бы ответить, если у нас был миллион населения. Охренеть, а как можно? Серьезно? Можно как-то миллион? Ну, я горжусь тем, что в моих гостонаселенных городах доступны все удобства и блага цивилизации. Так, что больше всего привлекает вас в работе архитектора, строителя, ученого? Я люблю исследовать мир, раскрывать его тайны, я люблю строить и становиться в этом деле все лучше и лучше. Ну, давайте, наверное, исследовать мир и раскрывать его тайны. Я нашел удивительную карту. примите небольшой подарок. Ну и что? Сюда допустим. Кстати, видите, уже весь всю карту раскрыл, по идее. Интересно, а тут пираты будут? Потому что в каждой бродоварктике не было пиратов. Да, наверняка. Так, значит, нам тут надо будет еще сушеное мясо, а счастье я вообще уже все сделал. Ну и как у нас тут экономика именно на этом острове? Минус 170, кстати. то есть я пока именно этот остров так себе развиваю. Давайте ускоримся, чтобы быстрее приплыть. кстати, у этого мало товара пиканской. А, я же там гипотатама, гипотатута привез. Хочу его сразу в зоопарк запихнуть. тут есть свободные вольеры? Вот, есть. Ну-ка, как выглядит вольерчик? Снящаяся попка. Так, что-нибудь красивое я могу тут поставить? садовая галерея. это в инженерах, что-ли? так. Вот этих плиток почему-то ограниченное количество было. Надеюсь, это убрали. его императора. Нет, не убрали эти 25. Ну и шо он мне передал? Ща, блин, пройти, тут дорожки еще надо прокладывать. Вообще зоопарк некрасивый. да, убрали некоторые ограничения на дорожке. А, так что мне там дали? Я вынашиваю в голове кое-какой проект. Помогите мне выбрать архитектора. А, а, режим мир. Корабль защищен от вражеских атак. но не может атаковать сам. Нам вроде и не надо. Давайте просто плавать. Так, архитектор в порту китемы. добудьте нужны для исследовательского института. В смысле я не понимаю, что от меня. Добудь архитекторы в порту в порту китемы. Есть! Может, мне просто надо пока развивать мой остров дальше. то есть вы чудно дивно широко сушеное мясо. Ферма санга соливарня 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 наверное из морской воды. да. один нет две один один окей. Так, сначала соливарню тогда поставим. Так, а для этих требуется вода? Похоже, нет. сложновато будет разместить. Так, этих две надо. Хм. давайте эту так. Обязательно здесь знаю, рядом? Нет, не обязательно. Немножко подвинуть. Так, 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 а тут дорогу немножко по-другому провести. Вот так. конечно, все кривовато, но так, и эту тоже сушильню одну можно поставить. Да, вот этих явно по производству дерева можно было меньше делать, поэтому давайте я одну уберу. Вот эту. дерево у меня тут достаточно. сушильню поставим здесь. Так, с переводом явно... А, вот, блин, было просто кликнуть для чуваков. Жаль, их работа весьма заурядна. Не нравится. А, это в разных портах, смотрим. Они бесспорно талантливые, но их проекты недостаточно масштабны. Какая привереда? Мне нужно обсудить с вами один вопрос, касающийся всей империи. красиво. Благодаря своим знаниям и навыкам им удалось разработать идеальный проект исследовательского института. Так, и что? В НБСе много скота, но санга самый известный и всеми любимый вид. не так давно в соляных шахтах трудились рабы-принцев, воюющих между собой. Надеюсь, сейчас все изменилось. Пойдем еще за каким-то заданием. Так, леп, нажуется, да, возможно, чужеземцам придется привыкнуть, как другим. Захотелось какого-нибудь вяленького мяска пожевать. Вот, в США, кстати, сетясь не очень сны. Но тут не особо вот это развито. забывать. Мой народ много странствует и еда у нас засоленная, чтобы брать в дорогу. Ну, уже стали производить вроде, Да, если хотите. Надо, конечно, склад уже улучшать, ведь не хватает пропускной мощности. Так, эти земли существуют. Так, тут, значит, все у нас отличный уровень счастья. Как с балансом минус 12. Ну, благодаря тому, что у меня тут куча всего есть, я могу спокойно забить на этот баланс. У меня гостей 40 тысяч приезжает. Вообще, подождите, а почему я не... Посмотрите, у меня инвесторов 966, то есть у меня инвесторов как минимум миллион. В общем, я там показывала, что... А, это доход, это доход, это не население, вот население. Так-то у меня 71 тысяча всего населения. Так, как у нас тут соль и соль есть, вот быки помедленнее добываются. Ладно, давайте пока ускоримся. Думаю, мы скоро сделаем на уровне 80%. Хотя, может, у меня слишком много домов, может, мне надо еще поставить... Что тут на островах есть? Плодородность индигоферы ТФА. Поголовье омаров. О, мы будем омары добывать. Ну, конечно, интересно, что мы будем наверное исследовать как-то эти места. Что управлять ею непростая задача. Помочь объединить разрозненные фракции Мбесы под его руководством. Гиреба можно найти на Меридиане Акидусе Анитоне и Вахадешем на севере. Убедите их, что мы должны быть едины. Понял. Так, вот эти поближе будут. Так, ну что, будет мясо или все-таки еще поставить. Пол выложен плиткой. Драпировка просто отличная. Пора открыть двери дворца. Предвграшает посетить дворец. Какие-то загадки будет загадывать. Выберите Китема, чтобы поговорить с ним. Решите загадку. Китема, найдя нужный... Так, хорошо, а где он? Наверное, здесь. А, вот он. Сначала у реки была зебра, которая испугалась, услышав смех гиены, остановившейся на водопое. А та, в свою очередь, скрикнула, увидев бегемота, поднимающегося из грязной лужи. гепарда, крадущегося высокой траве, искупали... Фу, блин, испугались все, кроме спящего льва. Царя это не тревожило. Ну, наверное, царь это вот это последняя башня. Ее, наверное, в последнюю очередь выбирать. Так. А чем отличаются эти башни? Тут на них что-нибудь нарисовано хотя бы? Аркасюри... А, они называются Башня Зебры, Башня Гиппопотама, Гиены, Гепарда. Значит, наверное, сначала... Сначала зебра, потом гиена, потом гиппопотам, зебра, гиена, так. Зебра, гиена, гиппопотам, гиппопотам, блин, гепард и лев. Получилось? Пусть огненная грива ознаменует новую эру для Эндессы. А, аммон, омовение императрицы, ну-ка. Древние купальни довольно сильно заросли. Моя жена, как никто другой, хочет их восстановить. ничто так не объединяет людей, совместное купание. Сыграйте мелодию гимна имбеса, используя коз. давайте чуть попозже, давайте вот этим займемся. Да, тут все-таки наверное надо еще сушеного мяса организовать. скипили тежа? Ладно, так и быть, я вам поверю. скипили Так, еще одну ферму надо. Давайте я это уберу. Все-таки, я, смотри, у меня дерево постоянно хватает. Не будет хватать, тогда построю. Они постоянно без дела, наоборот, висят. Там 4х4, по-моему, размер, да? Ага. Тогда влазит. А, блин, 5 надо этих пастбищ. Может, тут лучше дорогу тогда провести? Так, блин. Так, и соль. И сушилку. Так. В библиотеке Кедуси, а не Тони, хранятся тексты, написанные до того, как старый свет начал покорять моря. Но жрецы Кедуси упрямы в своей вере и не присоединятся к Энбесе, пока я не провозглашу их догму истиной. Ваха Дэшер. 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 Ну что, апнемся до следующего уровня. Вы поднялись на новую ступень. Эпоха товарищества. Старейшина. Так, теперь им нужна керамика и гобелены. Что прикажете? Блин. Что-то я не понял. Какого хр... А, у меня места все заняты. Ну и... Так. Надо... Слушайте, давайте я этот корабль, на самом деле, отправлю к мысу Трелани. А сюда самый крутой корабль, который у нас есть. А именно... Тоже это по квесту. Вы делаете его? Вот этот. Угольщик готов. Или нет, или нет. Да, этот. Грейд и Станбом. Самый быстрый корабль. Эва. И кстати можно... И... Аэростат тоже отправить. Ну, давайте Какой-то вот еще Квестик Вопросик Так, поговорить Сначала с чувачком Пусть пробляют мелодию гимна НБС До, ми, соль, селя До, ми, соль, селя Си Так До Ми Соль Селя Никому не говорите, но Иные придворные музыканты Куда менее талантливы Офигительно Какой нас фигней заставляет заеваться Ух ты Он прибыл Или его прислали Это был лишь вопрос времени Отстаивать позицию, как указано в письме королевы Использовать все доступные средства для достижения цели Потерпеть неудачу неприемлемо Я поклялся Никогда не возвращаться Что? Как? П-п-п-почему вы здесь? О, конечно Королева не вмешивается в свободную торговлю Но прошу никакой политики НБС представляет интерес для короны Никто не сможет сказать, что НБС Не принимает гостей, как подобает Пусть устроится здесь Лишь бы не на нашей земле Мы пока просто Понаблюдаем Ну что, у нас будет столкновение с королевой Идеальная мелодия Интересно Но нам пора возвращаться к своим делам Ну, давайте уже будем в следующей серии Старейшинам нужен был приют, чтобы приобщиться к священному начинанию Вы справились с задачей Да, привлек старейшин в город Старейшины религиозны и консервативны Не стоит недооценивать влияние их совета Продолжение уже в следующей серии Спасибо, что смотрите Я планирую для спонсоров эти серии раньше выкладывать Чем для всех остальных Ну и интересно ли вам дальше прохождение вот этой Африканской карты Пишите в комментариях, от них будет зависеть, продолжу ли я Спасибо Всем пока Спасибо, что досмотрели до конца Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк Оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями Или в социальных сетях А также посмотреть другие мои видео Ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране Играйте в умные игры и всем пока Люди чествуют своего лидера Спасибо 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 Спасибо